Традиционному предновогоднему подорожанию быть. Происходит это ежегодно, сказать бы уже привычно, но в этом году горожане его особенно заметят. Рост может составить 10-20%, а на некоторые товары, алкоголь и фрукты 50%. Новые предновогодние ценники появятся уже через несколько дней после 15 декабря. Тут бы в пору запасаться продуктами. На какие продукты прежде всего? На молочные, на мясо. Некоторые специалисты советуют на Новый год запасаться заранее, потому что после 15 будет резкий скачок цен на продукты. Вот будете делать это? Нет. Почему? Столько денег нет, чтобы заранее запасаться. Ну, на всю жизнь не наберешь. Запасаться заранее будете, нет? Да нет, зачем. Все равно берем-то помалу. Вот у меня жена получает 16 тысяч, и что? Даже по 500 рублей в день не получается, ну что? Это минуя то, что коммунальные платежи, там на проезд деньги. Традиционный салат оливье украсит уже не каждый новогодний стол. Стоимость подрастет. Так, цена докторской колбасы может подняться до 180 рублей, не говоря уже о других продуктах. И если сейчас ходовой салат можно приготовить за 650 рублей, то под Новый год он может обойтись почти в 800 рублей. Эксперты называют несколько причин увеличения цен. На стоимость продуктов влияют много факторов. Это рост издержек производителей, себестоимость, транспортная логистика, стоимость упаковки. Естественно, все это ляжет в себестоимость продукции и, конечно, за все заплатит покупатель. Существует и субъективный фактор роста цены. Традиционно под Новый год для многих это единственный, может быть, месяц, когда можно достойно заработать. Предприниматели этим пользуются. Понять их можно, когда, как не сейчас. Но, с другой стороны, барнаульцы, их покупательская способность падает с каждым годом. Стоит надеяться лишь на то, что после новогоднего бума цены хоть немного допустятся. Продолжение следует...